Это безобразие. Возмутительно. Да сколько можно? Я буду жаловаться. Накипело. Рубрика, где обсуждаем самое наболевшее и накипевшее. Накипело на радио Камчатка. Слушайте на 105 и 5 FM. 13 часов и 32 минуты на Камчатском полуострове. Всем добрый день. Рубрика Накипело выходит в наш эфир не просто так, потому что со вчерашнего дня Камчатка буквально кипит. С тех самых пор, как в сеть попала информация о том, что у нас на птицефабрике Пионерская настоящая катастрофа, будем называть вещи своими именами. Там произошла вспышка птичьего гриппа. И мы подготовили к этому часу для вас такую некую хронологию событий. Всю ту информацию, которую собрали по этой ситуации, прямо сейчас в нашем эфире мы вам расскажем. Начать хочу с тех слов, которыми Настя анонсировала нашу рубрику. Камчатских журналистов обвинили в хайпе, на чужом горе. В соцсетях второй день кипит обсуждение ЧП краевого масштаба. Действительно это так, об этом немножечко позже, но сейчас та самая хронология, о которой я говорила. Итак, на птицефабрике Пионерской зафиксирован массовый падеж кур из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом накануне заявил глава краевого Минсельхоза Вячеслав Черныш, отметив, что все необходимые службы сейчас занимаются устранением проблемы. Тем временем официальных комментариев от птицефабрики не поступало. Жители Камчатки в смятении, у многих из нас в холодильниках лежит продукция птицефабрики. Можно ли есть яйца и куриное мясо? Толком ответа на этот вопрос пока нет. И при этом на полках в магазинах по-прежнему лежит продукция птицефабрики Пионерской. Буквально сегодня мои знакомые точно приобретали яйца. И когда мы начали запрашивать комментарии, вот допустим птицефабрика Пионерская до сих пор еще не вышла с комментариями с официальными. И нас тут же обвинили в хайпе, потому что мы посмели пригласить в эту студию специалиста, который не работает в птицефабрике Пионерская. А именно это генеральный директор ООО «Экс-Квагрупп» Станислав Фролов. Мы его пригласили сегодня в утренний эфир, чтобы хоть как-то разъяснить ситуацию для наших слушателей и подписчиков, многие из которых привыкли начинать день с яичницы или других блюд из яиц. И вот нам Станислав Фролов, который, кстати, занимается поставкой новосибирского яйца на Камчатку, рассказал, откуда мог взяться гриб, можно ли есть продукцию и как долго восстанавливаются предприятия после таких проблем. Вот что рассказал Станислав Фролов. Как показывает практика, на восстановление предприятия потребуется в районе 15 месяцев. То есть 15 месяцев пионерка будет на лопате, что ли? Я не могу прям четко заявить, что... Ну как это, по опыту других предприятий? Я вот опираюсь на опыт других предприятий, что это происходит в районе 15 месяцев. То есть полностью уничтожается стадо, полностью заселяется, полностью новое стадо, пока оно заселяется, пока птица вырастет, пока она занесется. Но это потребуется около 15 месяцев. Также Станислав Фролов ответил на вопрос, можно ли употреблять в пищу продукцию пионерского. Вопрос, который волнует всех жителей Камчатки со вчерашнего вечера. Можно ли есть яйца, которые уже куплены, которые уже стоят в холодильнике некоторое время или куплены вчера? Что делать с куриным мясом, приобретенным на птицефабрике? Можно ли его есть или вообще забыть об этом виде продукта на неопределенный срок? Большая ответственность лежит на моем ответе именно по этому вопросу. Сам вирус распространяется очень быстро. То есть буквально за считанные часы идет эффект. И если этого эффекта не было обнаружено в тот момент, когда продавали мясо и яйца, то я думаю, что эти продукты годны. А так, конечно, это страх и риск, потому что продукты, по большому счету, свежие. И в какой момент они были куплены, непонятно. Но если они уже куплены, вот хозяйка стоит на кухне, перед ней десяток яиц и вот курица. Какие правила ей нужно соблюдать, чтобы обезопасить свою семью от этой болезни? Потому что она же передается и человеку, и она довольно серьезная. Безусловно. Ну, я думаю, что при хорошей термообработке вероятность сведется к нулю. Полную версию эфира со Станиславом Фролом можно посмотреть в нашем телеграм-канале. Масс-медиа Камчатка, радио Камчатка. И, кстати, под одним из фрагментов эфиров мы получили вопрос, а почему ситуацию с птицефабрикой комментирует не представитель птицефабрики? На что человек, приближенный к руководству птицефабрики, нам написал. Цитирую. Представителям некогда пока. Все выходные с утра до позднего вечера провели на фабрике, решая проблему. Всему свое время. К сожалению, у нас очень любят на горе хайпануть первыми. Вот такой вот мы комментарий получили. И считаем своим долгом на него ответить. Вот так вот в прямом эфире. И там мы ответили от нашего аккаунта. И ответить мы хотим вот что. Помимо того, что проблема у птицефабрики, в подвешенном состоянии находятся и потребители продукции птицефабрики. То есть мы с вами, дорогие слушатели. Когда нет официальных разъяснений, как быть дальше, можно или нельзя есть яйца и мясо птицы. Рождаются слухи, волнения, массовая скупка продукции. Если молчат производители СМИ, то СМИ, выполняя свою работу, я подчеркиваю, ищут информацию в других источниках, давая слово экспертам, которые в теме. И тут ведь нет разницы, камчатское яйцо обсуждает поставщик новосибирского или наоборот. У птичьего гриппа нет регистрации. И регистрация в определенном регионе раз так, то человек, работающий с этой продукцией, вполне компетентен отвечать на общие вопросы по проблеме. Но вот с точки зрения представителей птицефабрики Пионерская, все, что делает СМИ, это хайп. Мы, конечно же, с этим в корне не согласны. Мы продолжим к обсуждению темы и хронологии событий. Сегодня у нас прошло оперативное совещание еженедельное, которое проходит у губернатора по понедельникам. И, конечно же, одной из основных тем там стало ЧП в Пионерском. И Владимир Солодов, открывая совещание, подчеркнул, что главная задача сегодня – это максимально быстрое восстановление работоспособности птицефабрики. Для этого он поручил провести работу с крупными предприятиями, которые находятся в других регионах страны, чтобы доставить на Камчатку дополнительное поголовье птицы. И это позволит минимизировать цикл восстановления производства яиц. Мы помним, что Станислав Фролов сказал, что это может занять до 15 месяцев. И чтобы это дело минимизировать, проводится сейчас работа региональными властями. Кроме того, Солодов поручил контролировать ценообразование на яйца. И вот что он сказал. Одновременно я хотел попросить очень внимательно сейчас отслеживать обоснованность и динамику колебания цен. И здесь во взаимодействии с федеральной антимонопольной службой я попрошу очень внимательно следить и контролировать. Не дай бог у нас будут факты необоснованного завышения цен со стороны предпринимательского сообщества. Я попрошу довести до всех наших коллег неприемлемость сейчас непростой ситуации, которая объективно у нас из-за простой птицефабрики будет на несколько месяцев спекулировать на этой ситуации. Накипело 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 Накипело